Известный украинский художник, харьковчанин Роман Михайлов посвятил одной из своих работ депортации крымских татар. Инсталляцию под названием «Радив. Последний ребенок». Он представил в арт-галерее Пинчук-арт-центр в Киеве. Идея ее создания, по словам художника, возникла после прочтения им книги британской писательницы Лилии Хайт «Желанный край», посвященной истории депортации. Создать художественную инсталляцию на эту тему Михайлова вдохновил один из эпизодов, описанный в книге. История трагедии на Арабадской стрелке, когда поселение рыбаков, историю добывателей крымских татар, которые забыли депортировать. После того, как их обнаружили, их просто увезли на баржах в море и утопили. Эта история меня тронула и шокировала. Я начал искать те образы и тот визуальный язык, который бы мог мне помочь это показать. Передать трагедию крымско-татарского народа художник решил с помощью трех объектов своей инсталляции. В 330-килограммовой книге, сделанной из металла грузовых железнодорожных вагонов, в которых в далеком 1944 году депортировали крымских татар. Каждая страница весит 22 килограмма, что символизирует тяжесть страниц истории, которые тяжело листать в памяти. Вторая часть инсталляции представляет собой трехканальное видео с кадрами Узбекистана, куда была депортирована значительная часть крымских татар и кадрами крымской степи, как символа возвращения депортированных на родину. Третьим артефактом инсталляции является вода из Азовского моря, где произошла трагедия на Арабатской стрелке. На протяжении выставки она будет испаряться и оставить соляной след, символизирующий незыблемость истории крымских татар в памяти народа. Роман Михайлов не крымчанин и родственников на полуострове у него нет. Однако создать инсталляцию на тему депортации крымских татар он решил из патриотических побуждений. Притом останавливаться не собирается. Художник намерен продолжать изучать историю крымско-татарского народа и его трагедию. И в связи с этим обещает появление новых тематических инсталляций. Связь очень простая. Крым – это Украина. Крымские татары – это часть Украины. И эта трагедия, мне также о ней важно говорить, как и о трагедиях, которые случались с украинским народом. В крымско-татарском сообществе трагедию своего народа депортацию сравнивают с Голодомором, который погубил миллионы украинцев. И считают, что память об этом горе должна объединить оба народа в борьбе против российских оккупантов. Действительно, украинцы могут понять эту роль, потому что они сами пережили Голодомор 30-х годов прошлого столетия. И как никто другой может почувствовать и поддерживать крымских татар, важно в ЗМИ, в медийном просторе Украины, поднимать вопросы крымских татар. Потому что каждая такая заметка про них, это для них, поверьте мне, действительно важной поддержкой. Одним из напоминаний о трагедии крымских татар является инсталляция Романа Михайлова. Выставка в столичном Пинчук арт-центре продлится до 10 января.